Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 24 января, Православная Церковь совершает память преподобного Феодосия Великого общих житей начальника. Преподобный Феодосий Великий жил в V-VI веках и был основоположником общежительных монастырей. Он родился в Каппадокии от благочестивых родителей. Обладая прекрасным голосом, он усердно трудился в церковном чтении и пении. Преподобный Феодосий горячо молился, чтобы Господь наставил его на путь спасения. В юные годы он посетил Святую Землю и виделся с преподобным Симеоном Столпником, который благословил его и предсказал ему будущее пастырское служение. Стремясь к отшельнической жизни, святой Феодосий поселился в Палестине в пустынной пещере, в которой по преданию ночевали три волхва, пришедшие поклониться родившемуся спасителю мира. В ней он прожил 30 лет в великом воздержании и непрестанной молитве. К подвижнику постепенно начали стекаться желавшие жить под его руководством. Когда пещера уже не вмещала собравшихся иноков, преподобный Феодосий стал молиться, чтобы Господь сам указал место для обители. Взяв с собой кадила с холодными углями, преподобный пошел по пустыне. На одном месте внезапно угли разгорелись и воскурился Фимиам. Тут преподобный и основал первый общежительный монастырь, или лавру, по уставу святителя Василия Великого. Скоро лавра преподобного Феодосия сделалась знаменитой, и в ней собралось до 700 иноков. По завету преподобного Феодосия лавра выполняла служение ближним, оказывая помощь всем бедным и давая приют странникам. Преподобный Феодосий был необыкновенно милостив. «Однажды, когда в Палестине случился голод и к монастырю собралось множество людей, преподобный приказал всех пустить в ограду. Ученики смутились, зная, что монастырь не имеет возможности насытить всех пришедших. Но когда вошли в хлебопекарню, то увидели, что она по молитвам Аввы наполнена хлебами. И такое чудо повторялось всякий раз, когда преподобный Феодосий хотел помочь бедствующим. В монастыре преподобный устроил странноприимные дома, отдельные больницы для иноков и емирян, а также убежище для престарелых. Ввиду того, что в лавре собрались люди из разных стран, преподобный устроил богослужения на разных языках – греческом, грузинском и армянском. Для приобщения святых тайн все собирались в Большую Церковь, где богослужение совершалось на греческом языке. Во время правления константинопольского императора Анастасия возникла ересь Евтихия и Севера, не признававших ни таинств, ни священства. Император примкнул к лжеучению, и православные начали терпеть гонения. Преподобный Феодосий твердо встал на защиту православия и написал от лица пустынников послание императору, где обличал его и опровергал все бывшие и осужденные вселенскими соборами ереси. Он подтвердил, что пустынножители и иноки будут твердо держаться православного исповедания. Император смирился на недолгое время, а потом возобновил гонения на православных. Святой старец тогда проявил великую ревность за истину. Он, оставив обитель, пришел в Иерусалим и в Великой Церкви, став на возвышение, возгласил во всеуслышание «Кто не почитает четыре вселенских собора, да будет анафема». За этот смелый поступок преподобный был сослан в заточение, но скоро возвратился после смерти императора. Преподобный Феодосий при жизни совершал много исцелений и других чудес, приходя на помощь бедствующим. Однажды он молитвой погубил саранчу, опустошавшую поля в Палестине. По его предстательству воины сохранялись от гибели, спасались погибающие в кораблекрушениях и заблудившиеся в пустынях. Однажды преподобный велел ударить в Билла, чтобы братья собрались на молитву, и сказал, гнев Божий надвигается на восточную страну. Через несколько дней стало известно, что сильное землетрясение разрушило город Антиохию в тот час, когда преподобный призвал иноков на молитву. Перед своей кончиной преподобный Феодосий призвал к себе трех любимых епископов и открыл им, что скоро отойдет ко Господу. Через три дня он скончался в возрасте 105 лет в 529 году. Тело святого было с честью погребено в пещере, в которой он жил в начале своего подвига. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Михаила Клопского-Новгородского, преподобного Феодосия Антиохийского, священомучеников Николая Мациевского, Феодора Антипина и Владимира Фокина-Пресвитеров, святого Владимира Хераска-Исповедника-Пресвитера, совершается празднование Елецкой иконе Божией Матери. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тизаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова